На днях в некоторых местных СМИ появились публикации о якобы закрытии больницы-стационара на нижней террасе. Однако представители регионального Минздрава эту информацию не подтвердили. Мы решили провести собственное расследование и посетили ту самую больницу, вокруг которой кипят страсти. В лечебном учреждении по адресу проспект Заводской 30А совсем недавно были выполнены ремонтные работы. В 2015 году благодаря содействию Сергея Ивановича Морозова, благодаря поддержке Министерства здравоохранения, было принято решение о развитии данного лечебного учреждения. В рамках этих решений были выделены определенные средства на проведение капитальных ремонтов. Сегодня отремонтировано практически полностью здание детской поликлиники. Выполнен первый этап ремонта взрослой поликлиники. Сегодня уже готово техническое задание на проведение капитального ремонта полностью всей взрослой поликлиники. Сумма ремонтов составит порядка 30 миллионов. Понимание с правительством области и Минздравом есть. Эти деньги предусмотрены. Ремонт планируется выполнить в течение 2017-2018 годов. Функционируют также и старые здания, в котором расположен дневной стационар, физиотерапия и линдьян кабинет. В нашей поликлинике продолжается работа по облагораживанию поликлиники. В настоящее время сделали ремонт в нашей регистратуре. Приемный холл вот здесь отремонтировали. Все в прекрасном состоянии. Очень удобно, удобно для посетителей. Есть где отдохнуть, посидеть и приниматься к доктору. В настоящее время отремонтирована детская поликлиника, отремонтирован подвал, фасад и все коммуникации. Теперь составляется смета на ремонт первого, второго, третьего и четвертого этажей данной поликлиники. Дополнительно к этому, буквально в 600 метрах отсюда, на улице Почтовая, 14, расположено здание женской консультации, где уже заканчиваются ремонтные работы. На базе этого здания планируется открыть полноценное отделение дневного стационара акушерско-гинекологического, неврологического и терапевтического профилей и дополнительное физиотерапевтическое отделение. Сейчас там функционирует женская консультация. Я здесь по беременности наблюдаюсь, очень все нравится. Я тут давно не была, потому что я переехала, но на учет по беременности решила встать сюда. Здесь мне очень нравится, тут, во-первых, спокойно, не очень много народа и ремонт сделали. Врачи хорошо относятся, поэтому мне все нравится. Я в дальнейшем до конца беременности планирую здесь наблюдаться. На сегодняшний день достигнута договоренность с выпускниками УЛГУ и в августе ожидается, что пятеро молодых специалистов придут на работу в данное лечебное учреждение. Эльвира Зямалова, Данил Сурков. Новости Ульянской правды.